Здравствуйте, меня зовут Виктор, я дипломированный психолог, работаю в рамках рационально-эмотивной и когнитивно-поведенческой психотерапии, и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить с вами о проблеме, которая, к сожалению, зачастую становится темой обсуждения как на групповых, так и на индивидуальных сессиях. Не работает РЭФ. Замечательная, классная, хваленая рационально-эмоциональная визуализация, к сожалению, не всегда приносит должный эффект и ожиданий зачастую, ладно, не зачастую, периодически не оправдывает. Что же быть? Что же делать? Из-за чего это происходит? И как с этим бороться? Предварительно посоветовавшись и проговорив данный вопрос с Дмитрием Акуловым, специалистом нашего канала, мы пришли, так скажем, к общему заключению, что в принципе рационально-эмоциональная визуализация может не подходить клиенту по ряду причин. Во-первых, может стоять вопрос о избегании эмоций, то есть некоторые люди боятся испытывать деструктивные эмоции, боятся переживать некий эмоциональный опыт, который кажется своим травмирующим и невыносимым, и из-за этого могут просто не давать себе возможности прочувствовать весь тот спектр деструктивных переживаний, которые в ходе данного упражнения было бы хорошо прочувствовать. Второй причиной, не менее важной, может быть просто, так скажем, проблема в области воображения. Человеку может быть очень сложно вообразить ситуацию, которая действительно заденет его до глубины души и позволит ему почувствовать себя плохо. Соответственно, пути решения разные, можно пытаться развивать этот навык, а можно просто допустить, что все-таки упражнение это не универсальные ключи от всех дверей, и иногда некоторым людям те или иные техники не подходят. Что, в общем-то, логично и, наверное, в некотором смысле даже более практично, потому что, опять же, довольно-таки большой багаж упражнений как когнитивных, так и эмоциональных в рационально-эмоциональной поведенческой психотерапии существует, и глупо, наверное, было бы зацикливаться на упражнение, которое данному конкретному клиенту должного ожидаемого результата принести не может. На самом деле, помимо перечисленных, но и причин существует еще огромное, не то, чтобы бесчисленное, но довольно-таки большое количество причин, по которым реф может не подходить тому или иному клиенту. Как мне кажется, наиболее важно понимать, что даже в случае, если вы старались, делали свое активирующее событие еще более страшным, пытались максимально вжиться, почувствовать это на себе, и у вас не получилось. Не стоит отчаиваться и расстраиваться, потому что отсутствие деструктивных эмоций в контексте выполнения этого или иного упражнения не всегда свидетельствует о том, что с вами что-то не так, а точнее никогда не свидетельствует о том, что с вами что-то не так, а, скорее, как мне кажется, в некоторых ситуациях может говорить о том, что, в общем-то, ваши рациональные убеждения в контексте ситуации, которые вы пытаетесь представить, по крайней мере, в воображении, помогают вам не чувствовать тех деструктивных эмоций, к которым вас могли бы привести ваши убеждения иррациональные. Потому что довольно-таки часто можно услышать, я представляю все самое плохое А, но потом посредством здоровых убеждений начинаю чувствовать себя хорошо, начинаю себя, так скажем, приводить в нормальное состояние. Как бы я не пытался вызвать свои деструктивные эмоции посредством активации своих иррациональных убеждений, у меня это не получается. Пытаюсь, но они звучат настолько абсурдо, настолько глупо, настолько нереалистично, что я просто не могу в них поверить. Такое тоже бывает, пугаться этого не стоит. Можно сказать, наверное, что это обратная сторона терапевтических изменений, собственно говоря, изменения. Отсутствие иррациональных убеждений или их незначительное влияние на вас в контексте той или иной ситуации, это ни в коем случае неплохо. Так что, если не получается, пробуйте, не бойтесь, все будет хорошо. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Ссылка на телеграм-канал и на групповую терапию будет в описании под видео. Работайте со своими эмоциями, если у вас не будет это получаться, обращайтесь, поработаем вместе. Всего доброго, до свидания.